Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Если вы думаете, что Сейм ушел на летние каникулы, то вы ошибаетесь. Да, формально перерыв в работе сессии, она возобновится только 3 сентября, но работа продолжается и в комиссиях, и 8 июля будет неочередное заседание Сейма. Ну, в частности, комиссия по бюджету и финансов обсуждала такой очень интересный и важный вопрос. Это снижение акцизы на крепкие напитки алкогольные, связанное, это, естественно, с решением эстонских соседей. И обо всем об этом, и не только об этом, поговорим с нашей гостью Любовью Швецовой. Добрый день! Добрый день! Депутат Сейма от Факции Согласия, которая как раз работает в комиссии по бюджету и финансам. Вот у меня такие вот смутные ощущения одолевают. С одной стороны, понятно, что мы как-то вот живем вот в этом, по крайней мере, торговом пространстве. Все три страны Балтии, Латвия, Литва, Эстония, мы соседи. Да, и, естественно, мы должны как-то реагировать, как-то синхронизировать все эти акцизы. С другой стороны, вот я согласен, кто-то из политологов сказал, ну, если так вот вдуматься, что мы хотели конкурировать, не знаю, инновациями, там, более разумной, не знаю, налоговой политикой, там, еще как-то мы с помощью развития науки, а конкурируем только вот за счет алкотуризма. Да, нужно сказать, что оценивая эти инициативы, которые предложило правительство, достаточно срочно, достаточно, я считаю, необдуманно, обосновывая это именно тем, что эстонское правительство понизило ставки акцизного налога на алкогольные напитки в Эстонии, и поэтому нам нужно срочно понижать акцизный налог на сильные алкогольные напитки, которые содержат большой процент спирта. Ну, то есть, это не пиво, не, как бы, получается, сидры, а именно крепкие. Волкоконьяк, вот эти вот, да. Крепкие. Да. Причем очень своеобразно подана статистика и презентована обоснование цифр, какой именно ущерб государственному бюджету теоретически может быть доставлен повышением акциза в Латвии, согласно ранее принятых поправок закона, и понижение акциза у эстонцев, в свою очередь, на данный момент. Цифры расходятся, причем эти цифры, согласно отчету Министерства финансов за прошлый год, указывали о том, что поступление в бюджет от акциза товарами, которые продавались в переграничии именно с Эстонией, составляли 39 миллионов евро. Однако, когда на комиссию подали пакет документов по уменьшению, там уже было сказано, что общая сумма потерь, которые возможны, составляет 92 миллиона. Сегодня на комиссии, когда проходило заседание, было предоставлено также исследование СКДС-центра, по эстонским привычкам и модели поведения, где эти цифры тоже очень своеобразным образом совпали с якобы презентованными цифрами Министерства финансов. На вопрос, заданный СКДС, а кто же был заказчиком исследования, последовал ответ, что это была ассоциация производителей сильных алкогольных напитков. То есть, в принципе, получается, что риск того, что Министерство финансов согласовало свои обоснования потерь с уже проведенным расследованием, которое было заказано самой ассоциацией производителей, он достаточно высок в моем понимании. И если я анализирую те данные, которые Публичное Министерство финансов опубликовало до того, ранее, это было в конец прошлого года, начало этого года, анализ, когда проводился, статистики данных, то это было всего 39 миллионов. Согласно тем же самым публичным высказываниям предпринимателей, то процент потребителей, именно приезжающих и покупающих алкоголь в Латвии из Эстонии, из внутреннего рынка проданного алкоголя, составляет всего-навсего 20%. Не так уж и много. То есть, получается, правительство предлагает уменьшить акцизный налог на крепкие алкогольные напитки достаточно сильно, причем 80% реализации идет на внутренний рынок. Тогда какова цель данных мероприятий и к чему это приведет? Мне очень понравилось высказывание литовского министра финансов на эту тему, когда он заявил, что если мы берем в долгосрочной перспективе для всего общества и для народного хозяйства снижение акциза на алкоголь, крепкий алкоголь именно, то потери для страны и для народа гораздо больше, чем приобретение за краткосрочный период. И мне лично кажется, что правительство, идя на поводу о ассоциации производителей крепких алкогольных напитков и лоббируя их интересы, просто-напросто делает очень необдуманный шаг, уменьшая акциз на крепкие алкогольные напитки. Потому что сегодня было также внесено предложение уменьшить пропорционально акциз и на пиво, и на легкие, которое не нашло поддержки. А почему? В комиссии. Казалось бы, если уж снижать алкогольные напитки. Хороший вопрос. Потому что, в принципе, из того же самого алкоголя, который произведен, эстонцы, кстати, при граничке покупали гораздо больше именно пива. Вот я хотел сказать. И легкие напитки, это тоже указано в отчете Министерства финансов. То есть логики нет никакого. Таким образом, мое личное мнение по всем этим поправкам скорости продвижения этого законопроекта, обоснования статистических данных, оно настолько сомнительное. И в долгосрочном периоде настолько... Я бы очень сомневалась в той цели, которую хотят добиться люди, которые продвигают данный проект. Мне лично это было неприемлемо, поэтому я голосовала и на комиссии, и в Сейме против данных поправок. И буду голосовать, когда будет заседание Сейма-Восьмого, или тоже против, однозначно. Потому что я считаю, что вторая и очень немаловажный аспект – это здоровье населения, которое употребляет алкоголь. И неважно, латыши это или эстонцы, которые пьют этот алкоголь. И последствия для общего системы здравоохранения людей, которых потом нужно лечить, или преступления, которые происходят в состоянии алкогольного опьянения, они наносят гораздо больше ущерб в действительной экономике, чем возможные потери от акциза на крепкий алкоголь. Да, вот нет такого у вас ощущения, что все-таки у правительства, которое уже поработало ровно 5 месяцев, 23 числа исполнилось 5 месяцев, так, в принципе, и нет у него такого понимания, не знаю, единой какой-то налоговой политики, чего мы хотим достичь. И как мы собираемся действовать, вот на днях господин Калинич встречался с гендиректором СГД госпожей Янзема, недавно она вступила на этот пост, и он сказал, что да-да-да, вообще-то, конечно, нагрузка налоговая очень тяжелая, надо снижать бремя, но не сразу. Вот сначала все должны дисциплинироваться, должны платить все налоги, и вот когда, не знаю, физические и юридические лица прозреют и начнут все платить, и у нас будет больше сборов, тогда вот мы пойдем на снижение налогов. Опять-таки, не уточнив, когда это будет и каких налогов, какие налоги он собирается снижать. То есть, по-моему, нет такого комплексного понимания ситуации. Но я думаю, что господин Калинич однозначно, он говорит правильные вещи. Правильная вещь – это снижать действительно налоговое бремя. О чем мы уже говорили давно. Потому как снижение налогового бремени, оно помогает, наоборот, развиваться бизнесу, а значит, увеличивает количество налогоплательщиков, делая их конкурентоспособными по сравнению с теми же самыми эстонцами или литовцами. И вот здесь действительно очень тогда вступает такой очень важный момент, тогда почему латвийское правительство не снижает необлагаемый минимум, например, по доходным налогам с населения, как в Эстонии, 500 евро, минимальная зарплата, необлагаемый минимум, и не повышает пособия семьям многодетным, семьям для того, чтобы стабилизировать демографическую ситуацию в стране. Почему выбран такой своеобразный путь конкуренции и за уменьшение возможных потерь в доход государственного бюджета через увеличение, уменьшение именно на акциз. Плюс достаточно своеобразным является создание налоговой комиссии при Министерстве финансов, который руководит господин Закатистов. Я уже не говорю хотя бы о том, что господин Закатистов является подозреваемым по уголовному делу в мошенничестве. То есть, практически финансовое преступление. Безусловно. Это финансовое преступление, и, согласно моей информации, это не единственное возможное преступное деяние, которое совершил данный эксперт в области теперь налогового права. Почему? Потому что именно Закатистов, господин, является руководителем вот этого совета по налоговой политике. Ну, по всей видимости, комплекс предложений, который будет разработан в результате работы этой комиссии, наверное, будет ориентирован на то, чтобы поддерживать предпринимательскую среду или определенные интересы, я бы так сказала, представителей отдельных предпринимательской среды. Да. А хотелось бы, чтобы на самом деле налоговая политика, она реализовывалась в интересах общего народного хозяйства и в интересах развития бизнес-среды и конкурентоспособности Латвии по сравнению с Эстонией и Литвой. Кстати говоря, да, вот в этом направлении пока ничего не делается. Вот эта тема, которая тоже на вам, естественно, не чужда, это тема налога на недвижимость и налога на, не знаю, на единственное жилье. Целый ряд был инициатив, в том числе там на портале Manabaus.lv, где считаешь, что надо определить или какой-то, как говорят, не облагаемый минимум зарплаты, не облагаемый минимум жилой площади, так вот это распределить, или вот если там у человека единственное жилье, это вот квартира, не знаю, в Хрущевке, чтобы тоже с нее там не взимался налог. Как вы к этому относитесь? Должна заметить, что согласие в предыборной кампании и во время предложений по пакету законодательства по бюджету на нынешний год, мы предлагали ввести необлагаемый минимум единственного жилья для граждан Латвии. Ну, не только для граждан, для жителей Латвии. Это было связано как раз с тем, чтобы обеспечить, если у человека действительно только одно единственное жилье, возможность жить в более комфортных условиях и больше финансовых средств тратить, соответственно, не именно на коммунальные обслуживающие вещи, а на то, чтобы обеспечивать то же самое образование, интеллектуальные какие-то вещи и заботу о детях тех же самых, допустим. Таким образом, однако, правительство не поддержало наше предложение, оно было отклонено. Я по-прежнему склоняюсь к тому, что должен быть необлагаемый минимум для того, чтобы обеспечить определенные социальные равенства между людьми и обеспечить прожиточный минимум для наиболее менее обеспеченных граждан. И это один из инструментов, который как раз может уменьшить неравенство и улучшить условия жизни. Насколько я читала программу ПЕС, это партия социалистов Европы, они тоже выдвинули один из основных условий и целей работы в Европарламенте, в нынешней сессии, как раз обеспечение доступности и качества жилья для всех жителей Европейского союза государства. Поэтому это такой как бы минимум, который, по идее, он должен быть. Однако я подозреваю, что реформа налога на недвижимость, она более концептуальная и более сложная. Почему? Потому что она включает в себя первоначально изменение катастрофы стоимости. Если происходит изменение катастрофы стоимости, то это однозначно следующий шаг, что очень многие объекты будут, наоборот, не уменьшены налоговая нагрузка на недвижимость, а увеличены. И тогда вот как раз вступает следующий вопрос на повестку дня. А каким образом компенсировать это тем, у кого малые или средние доходы, и будут ли они способны с учетом зарплат, повышения цен, роста инфляции, и будет ли у нас такая экономика настолько дальше развиваться, что у них будут эти доходы определенные, оплатить расходы, связанные с себестоимостью кадастровой стоимости недвижимости. И будет ли предусмотрено какие-то в законопроекте вот именно необлагаемые минимумы жилой площади для среднего и малообеспеченного класса. Боюсь, что как обычно у нас в налоговой политике самое большое налоговое бремя несет именно малый и средний класс, а не получатели больших доходов и владельцы большого имущества, дорогого имущества. Та же самая, как все эти разговоры о необходимости уменьшать социальное неравенство, расслоение, разговоры есть, а на деле, ну что мы видим, вот эта дифференцированная ставка, которая ничего не решила, вот 20-23% создала только еще больше хаос. Ну, прогрессивно-регрессивная дифференцированная ставка создала хаос на самом деле, потому что сама по себе идея прогрессивности, она поддерживаемая и должна быть введена. И на нее указывало в том числе и исследование Мирового банка, когда они проводили анализ налоговой политики Латвии. У нас поступления в налоговый бюджет от доходов с капитала являются очень маленькими по сравнению с налогами на потребление и по сравнению с налогами на рабочую силу. Оба данных момента, они приводят к тому, что расслоение продолжается, дифференциация доходов тоже продолжается, и при непродуманной налоговой политике, при налоге на недвижимость или на единственное жилье человека, это приведет еще больше к усилению неравенства и расслоению общества. Любовь Швецова, у нас в студии привез ненадолго новости рекламы, не переключайтесь. Любовь Швецова, у нас в студии депутат Сейма, от фракции Согласия, работающая в комиссии по бюджету и финансам. Вот я помню до выборов, это действительно очень важная тема, сейчас мы с ней, с этой проблемой столкнулись очень многие, когда им там стало известно, что они должны государству из-за этих дифференцированных ставки. Вы говорили, что когда наконец мы добьемся, чтобы, допустим, СГД возвращал переплаченный налог автоматически. Можно к этому добавить уже, может быть, если кто-то что-то должен, он бы тоже мог считывать автоматически, без заполнения всех этих деклараций. Для многих это действительно большая проблема, если они никогда этим не занимались и условно говоря финансово не очень подкованы. Вообще есть движение? Есть у вас информация на сей счет? Я запрашивала специально Министерство финансов, насколько продвинулось решение этого вопроса, потому что, когда я подняла весь пакет документов, была инициатива МАНА БАЛС, которая инициировала именно реализацию данного проекта. Еще предыдущая СЕМ за нее проголосовала, и это означает, что в течение шести месяцев Министерству финансов была дана резолюция разработать возможные решения по данной концепции. То есть, дополнительно какие-то вещи с моей стороны подавать или от согласия подавать на данном этапе пока не имеет смысла. Этот вопрос нужно будет актуализировать только осенью, по именно процессуальным причинам. Я запросила, чтобы мне предоставили информацию Министерства финансов. Они мне прислали, что на данном этапе проводится работа по анализу системы ЭДС, как можно упростить подачу декларации ЭДС. Это просто подача декларации годового дохода для физических лиц по поводу заполнения ее. То есть, по возврату переплаченных средств пока на данном этапе никакого прогресса значимого нет. Почему? Они объясняют это проблематикой сотрудничества с другими министерствами и институциями. По проблематике защиты прав индивида на сохранение в секретности конфиденциальности именно личных данных индивидов. И по факту совместного соединения баз данных Министерства культуры, Министерства здравоохранения, Министерства образования. Это основные субъекты, у которых должна быть автоматическая обмен данных. То есть, обмен данными между министерствами происходит, но он не настолько автоматизирован и синхронизирован, чтобы можно было уже создавать программу как инструмент возврата переплаченного налога на физическое лицо, получается. Я надеюсь, что к осени, когда Министерство финансов должно будет закончить выполнение данной резолюции, будет уже конкретный от них ответ. И тогда можно будет уже конкретно либо подавать поправки, либо поддерживать то предложение, которое они разработают. Я держу руку на пульсе по этому вопросу и просто-напросто жду, когда придет срок, который предусмотрен процессуально после предыдущего поступления в Сейм и в Министерство финансов заявления инициативы «Монобалс». Да, вот такой вопрос, который я хотел задать. С одной стороны, нам, по крайней мере, правящие коалиции все время внушают, и с этим вроде бы, когда ты слышишь, трудно что-то поспорить, возразить, что да, нужно бороться, не знаю, с отмыванием грязных денег, не допускать финансирования за счет этих грязных денег терроризма, не дай бог, и вроде с этим сложно спорить, с одной стороны. С другой стороны, когда мы слышим об этом капитальном ремонте, то создается такое ощущение, что вот к этим проблемам, вот эти меры принимаемые, имеют очень опосредованное отношение. То есть мы вроде боремся не столько с отмыванием средств, сколько пытаемся просто вот закрутить гайки и заставить людей, не знаю, вывернуть карманы, открыть кошельки, вообще забыть про наличные средства. Весь пакет законодательных инициатив, которые проходят под девизом или лозунгом «Капитальный ремонт банковского сектора», он достаточно, как бы сказать, я считаю, что борьба с отмыванием денег должна была бы концентрироваться или акцентироваться не только и не столько, как на борьбе с пролиферацией, а именно финансирование оружия, масса уничтожения, терроризма и, как бы, таких глобальных вещей, которые, сомневаюсь, что все-таки в Латвии они имеют место быть, во всяком случае каких-то, кроме случая с Кореей, в которой участвовала не только Латвия и латвийские банки, но и целый ряд, в том числе и европейских банков, где нет таких санкций, нет такого ажиотажа и нет таких драконовских мер, то мое личное мнение, банкам было бы корректно использовать те же самые информационные институты и анализ риска для борьбы с той же ценевой экономикой, которая в Латвии гораздо выше, чем в Европейском Союзе в среднем и продолжает, согласно последним исследованиям, расти. И я считаю лично, что если бы банки были более открыты на борьбу с ценевой экономикой внутри Латвии, то, возможно, никаких глобальных скандалов с коррупционными сделками, с финансовыми преступлениями, те же самые странные и достаточно сомнительные сделки господина Закатистова по получению обманным путем денег от корпораций, они бы просто-напросто не могли бы произойти априори. Однако я подозреваю, что просто-напросто и происходит передел сфер и сфера влияния в области капитала банков и банковский капитал скандинавских и национальный меняется на капитал, по всей видимости, стратегических партнеров. Это, безусловно, связано с приобретением акций Цитаделла, это, безусловно, связано со сделкой, которая еще не закончена, с банком Люминор, оказывается. Поэтому я просто-напросто подозреваю, что в некоторых моментах наше правительство, как это обычно бывает, имеет место, лукавит, и истинные цели капитального ремонта совсем другие, чем это признается. А в результате, после всех этих нововведений, у нас будет просто-напросто служба контроля за предотвращением отмывания денег будет называться разведкой финансовой. Значит, поменяется начальник финансовой капитальной комиссии. Очень сильно ужесточатся вопросы, связанные с движением наличных денег и ввоза. Уже на данный момент возбудены около 9 или 10 уголовных процессов в аэропорту, когда в Латвию приезжают жители из других стран, третьих стран, конечно, они просто-напросто просят подойти таможенникова для того, чтобы задекларировать наличные деньги. Таможенники сообщают в службу государственных доходов, приезжает полиция, возбуждает уголовное дело, деньги изымаются, и после этого люди, которые официально ввезли и официально декларировали данные наличные средства, они предоставляют уже документы для того, чтобы обосновать легитимность данных средств. Однозначно данные акции, данные действия приведут к тому, что уменьшится количество того же самого притока денег, усилится санкции, увеличится возможность манипуляции представителями правоохранительных органов для соответственного возможно потенциального решения вопросов, увеличится работа у адвокатов и гонорара у адвокатов, а для глобальной народного хозяйства Латвии для экономики отток финансов будет иметь более глобальные и более негативные процессы. И в общем и целом вся эта реализованная политика, она уже принесла то, что в бюджете минус, и однозначно будет еще больший минус в бюджете. На данный момент, до тех пор, пока будут еще происходить вливания из европейских фондов, может быть, это не настолько актуально и не настолько болезненно, но вопрос после Брексита в Великобритании и после общего экономического состояния между Европой, Америкой, и Америкой, и Китаем, мы не поймем, чем же это все на самом деле может закончиться. А если мы еще к этому присчитаем то, что у нас после капитального ремонта будет недобор средств от финансового сектора, после этого у нас будет недобор после войны с акцизом с Эстонией по акцизному налогу, у меня логично возникает вопрос, а откуда тогда будут браться средства для покрытия государственных нужд в бюджете на конец этого года и на начало следующего года. Может быть, опять за счет повышения других налогов? Вот поэтому получается, что демагогия премьера, когда он выступая в службе госдоходового, говорит о том, что налоги-то надо понижать. – Ничего не имеет общего с реальностью. – Она вызывает у меня очень большой скепсис, да, однозначно, и я бы хотела туда понять, с учетом сужения рынка и возможных притоков, откуда же будут поступления, особенно если мы учитываем еще и тот факт, что налог на зарплату у нас неконкурентно способен по сравнению с той же самой Эстонией и Литвой, где мы не конкурируем и не воюем. Система образования по сравнению с Эстонией у нас тоже недостаточно конкурентоспособная. Иммиграционная политика у нас очень негибкая и не мотивирует притока, в том числе, интеллектуальной рабочей силы в Латвию, я боюсь, что весь комплекс мер, которые проводятся между тем, что говорится и публично говорится, имеют очень большую пропасть и реализуются, в конце концов, не тем результатом, который правительство дефинирует и называет. Но меня радует один только момент во всей этой ситуации. Новая консервативная партия, которая декларировала, что они введут три раза по 500, необлагаемый минимум 500, минимальная зарплата 500 и пенсия минимальная тоже 500, это однозначно с таким недобором доходов в государственный бюджет реализация этой программы практически невозможна. А это означает, что они как шли демагогами на выборы, так и сейчас являются демагогами и не понимают последствий тех налоговых мер и мероприятий, которые проводятся, что они не смогут реализовать свои предвыборные обещания. Да, вот по поводу предвыборных обещаний, какая с вами предварительность, мой вопрос, эти вот все знаменитые три по 500, но в принципе я так понимаю, что даже при желании сейчас нет такой возможности. Или все-таки при желании можно было бы выполнить эти предвыборные обещания? Я думаю, что с учетом экономической общей ситуации данные обещания физически невозможно выполнить. А при уменьшении еще и акциза это невозможно будет и в ближайшем будущем. У нас не развивается экономика, у нас растет государственная задолженность. Если в прошлом году она была 10 миллиардов, то теперь она уже 10 миллиардов, и если не ошибаюсь, то 500 миллионов. То есть получается, по всей видимости, если себестоимость денег на внешних рынках увеличится, то значит и нужно будет перекредитировать задолженность. Это значит, что государственная задолженность еще больше вырастет. А при такой ситуации дефицит бюджета – это невозможная роскошь. Это правда. Еще, может, такой вопрос, который я хотел задать. Есть ли ощущение того, что, не знаю, это правительство, я понимаю, что его позиция, тем не менее, работает как единая команда, потому что у меня такое ощущение, что каждый сам как-то по себе, вроде они вместе голосуют, то есть машина для голосования работает, но вот этот фокус, скажем так, с внезапным отстранением Совета от Энерго, министром экономики и Немеру, где вообще ни премьер, ни другие министры были вообще совершенно не в курсе. Видимо, о чем-то свидетельствует. Я думаю, что господин Немер прекрасно понимает, что если он не успеет сейчас какие-то вопросы решить, то он их не успеет никогда уже. Поэтому не надо складывать, да? У него очень ограниченный промежуток времени, всего-навсего. При лучшем раскладе он продерживается 4 года как министр, при худшем раскладе гораздо меньше. За это время успеть как бы исполнить программное обеспечение, это навряд ли. А взять контроль за государственным предприятием, которое многомиллионные обеспечивают доходы в государство, это вполне реальная цель. И он точно так же принимает прекрасно, что без их голосов КПЛВ однозначно правительство Каренча не может. Не может. Поэтому как бы господин Каренч не бодался или не пытался, раздувая щеки, что вы сделали, как и что, он прекрасно понимает, что если он отстранит Немера, правительство просто-напросто не будет больше. А это означает, что у господина Немера есть просто-напросто бонус. Если он будет достаточно настойчив и самоуверен, то он успеет что-то как-то реализовать из своих личных амбиций. Это же, наверное, относится к министру сообщений, если его там призывами что-то с портами сделать, да? Я думаю, что возможно тоже, но там более продуманная тактика и стратегия, и он делает все-таки пошагово некоторые вещи. Во всяком случае, у него нет таких резких решений. То есть сначала происходит информация, анализ информации какие-то. Он более компетентно подходит к решению. А господин Немера подходит более неожиданно и более кардинально, назовем это так, деликатно. Потому как времени-то мало. Мне очень понравилось выражение на одном из заседаний Сейма Гобзмса по поводу КПЛВ. Он сказал так, оценивая ситуацию КПЛВ в правительстве, что те, кто согласился вступить в правительство Каренча на данном этапе, реализовывая данную политику, которая выгодна именно новой Вену Атебе, старой Вену Атебе, они являются удобрением, хризантем для новой Вену Атебе. Для новой Вену Атебе. А он не хочет быть удобрением. Ну, я думаю, что он прав абсолютно. Потому что в этой ситуации, если КПЛВ присоединилась к более опытным, более компетентным игрокам, они не перекрывают все поле игры. А результат действий господина Немира показывает, что он молодой, достаточно самоуверенный, по всей видимости. Возможно, что самоуверенность ему в том числе дает осознание того, что он в очень близких отношениях с господином Ростовским. Да. Это руководитель камеры. Да, торгово-помышленной правоты. Да, да, да. И с господином Рябиноком, который как адвокат является очень амбициозным. Он уже себя опробовал на олайн-фарм, я так понимаю. И как бы его амбиции достаточно высоки. Чувство уверенности и, я бы даже сказала, самоуверенности тоже очень высоко. И, ну, как говорится, куй железа пока горячо. Любовь Шлицова у нас была в студии, депутат Сима. Большое спасибо. Спасибо вам за внимание.